Battlefield 5. Сколько же хейта получила эта игра в своё время. И очень даже заслужена на самом деле. Отсутствие историчности, мало контента на старте, про Советский Союз так вообще забыли. Чего стоят слова продюсера игры, где он сказал, что СССР как бы меняли сторону во время войны несколько раз, и нам не особо хочется их даже добавлять. Но если от всего этого абстрагироваться, стоит ли в 2021 году играть в пятую Батву? Особенно после раздачи в Твич Прайме. Не пропустите, кстати, 2 августа. Так вот, в этом видео я и постараюсь ответить на этот вопрос, и без личных вступлений всех приветствую, и давайте разбираться. Начнём с сюжета. И да, это походу последняя часть Батвы, в которой этот самый сюжет ещё есть. Привет, 2042. Как и в Battlefield 1, сюжет раздроблен на несколько отдельных историй. И каждая отличается по настроению, атмосфере и визуалу. Спойлерить я сильно не буду, просто расскажу, что запомнилось, что понравилось, а что нет. Есть, например, история полностью завязана на стелсе, где мы будем проводить различные диверсии и втихую с ножом в руках убивать нацистов. Чем-то это даже напоминает Снайпер Элит. Я, в общем, подобное даже очень-таки люблю, и всегда, если есть возможность, прохожу игры именно по стелсу. Но основные проблемы, что были в первой батле, перекочевали и сюда. Враги такие же тупые и выбешивают иногда своим поведением. Но если воспринимать это как такой вот тир из-под кустов, а не какой-то серьёзный симулятор скрытных убийств, от процесса вполне можно получить удовольствие, что я и сделал на самом деле. В плане же сюжета глава довольно скучная, интересно тут разве что только сама предыстория героя. А он, если что, был до этого грабителем банков, и его прямо из тюрьмы призвали на войну. Не повезло пацану, короче. Дальше идут уже более экшоновые эпизоды. Глава Тирельер расскажет нам об сражении в неравном бою французских колониальных войск с немцами. А вот если что, кто такие вообще эти тирельеры. Запомнилась эта история обилием перестрелок, братскими отношениями между героями. Ну и немножко ещё трагичности завезли, куда тут без этого, но о последнем лучше промолчу. Так вот, эпизод получился, в принципе, ну нормальным, таким среднечковым, я бы сказал. Французские леса были красивые, геймплей довольно динамичным, а сюжет сильно не тронул, как бы там не нагнетали драму. Единственный эпизод, что действительно мне понравился и запомнился, это Аврора. Он одновременно самый разнообразный в геймплейном плане и самый интересный в плане сюжета. Ну, лично для меня, как минимум. А переносимся мы тут уже в холодную, заснеженную Норвегию, где бойцы сопротивления сражаются с немецкими оккупантами. Играем мы за юную партизанку, что через весь этот снег и стужу идёт вызволять свою мать с плена. Тут будет и спуск на лыжах с горы, и типа выживание в условиях холода, привет, Варокрофт. А ещё катание на гусеничном мотоцикле по замёрзшему водоёму. Ну и перестрелки, конечно же, будут, куда тут без них. И у меня этот эпизод даже вызвал настоящие эмоции. Было моментами грустно, моментами весело. Возможно, это было просто на фоне остальных эпизодов, но мне почему-то эта история сильно запомнилась. Ещё сильно запомнилась история под названием «Последний тигр». Но скорее, с плохой стороны, нет, управлять танком было довольно весело. Разрушать там всё на пути, пробивать чужие танки. Нет, Кабида. Но сам сюжет был, ну, очень прям дебильный. Надо говорить, разрабы Дауна, я тут при чём, ну, блин. И эпизод этот, поскольку является заключительным, несколько подпортил общее впечатление от всей одиночной кампании. Но если объективно на всё это посмотреть, я имею в виду на весь сюжет в целом. Получилось, хоть и далеко не идеально, но как такая подготовка перед мультиплеером, которая как бы вводит атмосферу происходящего, вышла довольно терпимо. Тут и хорошая актёрская игра, крутые саундтреки, графика, визуал, сам геймплей интересный. Но это, конечно, всё не дотягивает до какой-то полноценной одиночной игры. Я же считаю, что это не повод отказываться полностью от сюжетной кампании по следующем проекте. Мне кажется, лучше было бы нанять каких-то хороших сценаристов и довести это до ума. Ведь видно же даже старание, но как будто не хватает просто какой-то души. И если сравнивать с той же первой батлой, сюжет тут мне понравился даже больше. И глядишь так через одну-две игры, вышло бы что-то действительно годное. Но DICE, а скорее Electronic Arts, просто решили на всё это забить. О боже мой, да всем насрать! Ну да ладно, это тема уже другого ролика, так давайте же посмотрим на то, ради чего большинство людей покупают Battlefield. А перед этим обязательно проверьте кнопку подписки и колокольчика. Тут у меня много игрового контента, на примере же недельный обзор сдачи Epic Games. Подписавшись, вы с большей вероятностью не пропустите новый ролик. А ещё для меня это неоценимая поддержка. Ну и пошли смотреть, что там сейчас в мультиплеере. А в мультиплеере всё, хоть и нормально, играется весело, приятно, но получилось всё это далеко не идеально. Особенно после того, как перед этим поиграл в первую батлу. Первое, что бросается в глаза, ориентированность на командную игру. Нас всё время мотивирует бегать вместе, друг другу помогать, класс медика как никогда стал актуальным. Но всё это по факту не работает, а слово вообще. И скорее от этого только страдает темп геймплея. Да, если у вас есть пак друзей, что будет работать с вами в команде, формула заработает как надо. Но в большинстве случаев заходят люди на сервер в одиночку, и тогда всё это разваливается. А что же вообще порождает такую проблему? Первое, это слишком малое количество патронов, которые буквально за пару перестрелок просто иссякает. С этим тебе по идее должны помочь бойцы поддержки, либо специальные ящики с патронами. Можно ещё, конечно, обчистить труп врага, но это не всегда получается. Так вот представьте, насколько часто вам кто-то будет помогать с патронами. Мне кажется, не часто. Нет. Ответ очень и очень редко. Конечно, есть святые люди, что работают в команде, им, я думаю, будет отдельное место в раю. Но это, повторюсь, бывает редко, и страдать от недостатка патронов вы будете всё время. Похожая ситуация и с лечением. Авториген работает только до определённого уровня здоровья, и чтобы его перешагнуть, нужно уже специальная аптечка, которая у вас одна. А ещё ремонт техники, о самой технике ещё поговорим позже. Так вот, на поле боя отремонтировать полностью танк нельзя. И приходится воевать дальше уже на пердящем тракторе. Пока, собственно, не вернёшься уже на базу. Это немножко подбешивает. Есть ещё механика строительства оборонительных заграждений, но ей опять-таки редко кто пользуется. И в итоге из-за всего перечисленного очень сильно страдает сам темп геймплея. В задумке, конечно, должно было быть по-другому, но на практике эти механики никто не использует. И вся эта командная мотивация только вредит геймплею. Я говорил в обзоре на первую Батву, что она медленная, так вот поиграв сразу после неё пятёрку, беру все свои слова назад. Battlefield V по сравнению с первой выглядит как какая-то улитка против гепарда. Но не настолько, конечно, но суть вы поняли. Всё время нужно рыскать в поиске патронов, возвращаться на базу, короче заниматься ненужными вещами, вместо того, чтобы просто наслаждаться игрой. Но немножко вас всё-таки успокою, игра, ну не настолько плохая, как может показаться. Например, стрельба тут более приятная, и наконец-то нету этого дебильного разброса при стрельбе. То есть, конечно, сам разброс-то есть, но хотя бы адекватный и не такой рандомный. Конечно, я понимаю, что речь идёт о разных эпохах, разных мировых войнах и, соответственно, о разном по технологичности оружию, но факт остаётся фактом. Стрелять в Battlefield V приятней. Да и наконец-то кастомизацию завезли, то чего мне капец как не хватало в первой батле. Насчёт режимов, как и в BF1, мне нравится больше всего режим операций. Принцип тут практически такой же, разве что убрали очень крутую фишку с призывом большой техники. Отчего, как мне кажется, пострадала эпичность происходящего. Но всё-таки больше котируется игроками режим захват, есть ещё режим батл-рояль, но лучше о нём вообще промолчать. Ну вот простая техника скорее порадовала. Это я говорю, если что, о танках и об авиации. Поправляется она ещё более приятно, опять-таки аркадно, но очень весело. Везде всё взрываешь, разрушаешь. Насчёт последнего тут прям моё почтение. Моё почтение? Тут уже, я думаю, заслуга самого движка. И на разлёт всех этих мелких частичек смотреть максимально приятно. Из-за этого даже закрываешь глаза на баги. Тут они, конечно же, есть, но их уже далеко не так много, как было на релизе. Но я всегда на подобное смотрю как на нечто забавное, что вносит ещё больше фана происходящее. Так вот, что же мы имеем по итогу? Красивая графика, хорошая физика, разрушаемость, приятная стрельба. Но мне всё-таки в плане мультиплеера нравится больше первый Battlefield. Но не спешите засыпать меня помидорами. Наверное, тут ещё больше играет роль и сам сеттинг, и то, как он был реализован в первой батле. Мне там, с точки зрения визуала, понравилось всё это немножко больше. Да и сам геймплей в первой батле был более динамичным и приятным. Кроме стрельбы, конечно. Тут уж извините, куда деваться? Ещё много прям кто ругался, что пятёрки везде, крики женщин, и они якобы мешают погружению. Женщин стало ещё больше. Только зашёл в игру, бегаю такой по полю и слышу женские стоны. Не те, что вы подумали, помощи просят. Честно, либо я этого не замечал, либо просто не обращал внимания в полу битвы. И насчёт всех этих скандалов о брасовом разнообразии, мне, честно, как-то банально всё равно. Играйте за кого хотите и не парьте себе мозги. Привет, я посяду. Это всё-таки игра, а не реальная вторая мировая. Да, я полностью согласен, об реализме тут и речи никакой не идёт, но мне кажется, глобальная проблема в игре далеко не в этом. Проблема, скорее, в геймплее, а именно плохо реализована мотивацией для командной игры. И из-за чего пострадал, собственно, сам темп геймплея. Сам же мультиплеер неплохой, но после того, как я в маленьком промежутке поиграл и в первый Battlefield, и в пятый, вернусь всё-таки лучше в первый. Он мне, если честно, больше понравился, и я продолжу в него играть. А стоит ли вам играть в пятый Battlefield в 2021 году? Решайте уже это сами. Сюжетку можно пройти, она довольно среднечковая, но стоит как минимум того, чтобы её попробовать. Насчёт же мультиплеера всё зависит от вашего предпочтения в темпе геймплея. Ну а так, это будет отличный способ подождать выхода новой ботлы. В тайной релизе не стоит сидя рваться в 2042, так как проблем на старте будет ну просто море, в этом я уверен. Короче, всем пока, и как всегда, хорошего настроения.